Новый контент, набор одежды для Зарины. Ну что ж, давайте посмотрим его, ребятки. Кстати, его можно приобрести за радужные осколки, если у вас есть. Так, сзади штатив такой, прикольно, прикольно, мне нравится. Шапочка, фотоаппарат. Слушай, ну офигительно, я возьму, мне нравится, что сзади штатив, это очень круто выглядит, ребятки. Профессиональный фотограф. Съемки из-под тяжка. Она бродила по городу, экспериментируя с вертикалью и светом, чтобы получить уникальные кадры. Голова, принужденная шапочком. Увлеченная проектом, она не тратила времени и силы на укладку. Кардиган со складками. Удобная накидка, согревает и не стесняет движения. Городские брюки карго. Удобные брюки с карманами, в которые можно сложить много всякого и не упустить возможность сделать запись. Ну что ж, берем этот скин и лет's go погоняем. Слушай, мне нравится, мне кажется, он самый крутой. Вот этот, ну, тут она какая-то стильная, да? Вот этот мне еще нравится, да? Хороший, кстати, за 270. Красные волосы. Ну, мы возьмем вот этот, вот этот, прям шик. Сгнившее поле, фирма Колдин. Ну что ж, попробуем сбежать. Давайте посмотрим на этот штатив. В принципе, я предлагаю здесь поставить камеру, да? Поставить штатив, прикрепить камеру и будем снимать, что происходит здесь вообще. Что здесь творится? Но потом. Так, пока что давайте поищем тотем. Не будем торопиться, чтобы не наследить, потому что первым делом маньяк, конечно, это будет все обходить. Но если мы слышим, что кто-то чинит генератор, бежим и помогаем ему. Твою ж мать. И за мной. И за мной побежал. Так, ладно, теперь убегаем. Беги, ты нафиг. Ху-ху. Оглушили. Зря, наверное, в эту сторону побежал. Так. Он меня может подхилить, да? Ладно, чувак, спасибо. Но он, наверное, не думает, что... Он сейчас уйдет. Он мне пока что подлатал только. Да нет, ну я уже лечусь. Не-не-не, иди. Иди, заводи. Уже долечусь. Поймали одного. Что, мы успеем завести? В подвал? Нет. Надо быстренько завести и пойти спасать его. Он пока что рядом. Пойдет он сюда? Нет? Пока непонятно. Слушай, ну классно мы его вернулись, конечно. Пойду проверю. Может быть, сумеем спасти? Но он не кемпирит. А все, его уже спасли. Я пока здесь позавожу. Тут половину, наполовину завели. Теперь убегаем. Он в коробке тусуется, да? Блин. Это серьезно? Ладно, пока пробую завести. Он сейчас сюда пойдет. Как повесит, надо убегать. Все, убегаем. Подальше отведем его. Я думаю, ребята спасут. Ну, почти завели генератор. Да, он идет сюда. Бегаем. Можно тут позаводить. Хотя, я думаю, он сюда сейчас пойдет. Да, идет сюда. Идет сюда. Бежим дальше. Надо отвезти. Ну, ребята, спасайте. Он как раз у меня. Да, ко мне пошел. Ко мне пошел. Пока не попадает даже в радиус террора. Что, некому спасти, что ли? Да, его спасают. Отлично. Один генератор почти что завели. Я думаю, сейчас дозаводят. Пока он будет там тусоваться, можно вот этот завести. Это вообще далеко находится. В доме, конечно, проще. Танотофобия плюс у нас еще. Мы вообще медленно заводим. Можно сказать, читай, два генератора завели. Я думаю, прям ребята сейчас там тусуются. И дозаведут. Я прям уверен в них. Рядом с коробкой. Так, ранил одного. Быстро поймал, быстро. Это плохой знак. Давай, давай, чувак, заводи. Чувак, чувиха. Половинка есть. Мементо море, капец. Слушай, у нас проблема. У нас большая проблема. У него мементо. Жестко. Мы втроем остались. Сейчас будет сложнее, конечно. Надо дозавести уже. Ребята быстро попадаются. Там с коробкой генератор. Че, никто не заведет его? Там сейчас прогресс откатится уже. Давай, 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 давай. Пошли заел. Пойдем в коробку, что ли? К коробке подойдем? Или не стоит рисковать? О, он рядом со мной. Рядом со мной. Чувак, наверное, не знает, что... Блин. Немножко. Чтобы слышно было. О, ребят, серьезные у нас проблемы. Тут немножко-то оставалось дозавести. Может, успею? Только надо сразу прятаться. Давай, 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 давай. Два генератора осталось. Сейчас, ребят, не торопимся. Сейчас надо отойти подальше. Можем, в принципе, залезть. Сейчас скажу, три... Люк уже спамнился. Люк уже отспамнился. Потому что три... Пять действий должно произойти. Пять действий произошло. Три генератора заведены. И двое погибло. То есть, мы можем уже искать люк. В принципе. И у нас только надежда на люк. Может, конечно, мы и успеем завести генераторы. Но последний будет, конечно, сложно. Нас двое всего лишь осталось. Сейчас, главное, не торопиться. Не знаю, нужно... Я думаю, не стоит отчищать тотем. Ладно, у меня аптека есть. С другой стороны, конечно, можно было спрятаться в шкафчике. Если, чтобы подхилиться. Но опасно. Везде по чуть-чуть. А, вот он люк, вот он люк. В углу. Если что. Ой, чувака уже ловит. Пока позаводим немножко. Он, наверное, знает, где люк. Потому что тут не стоит заводить долго. Если что, побежим сюда. Значит, рядом со шкафчиком. Вот он будет люк. В углу. Хорошо, я понял. Возможно... Возможно, он не будет его вешать. Он захочет меня тоже поймать. Или наоборот он... Или он, наоборот, повесит его, чтобы я его спас. А потом он сделает мементо море ему. В любом случае надо. Может быть, успеем завести. Давай пока позаводим. Нет. Чувак его поймал. Сейчас столько весить его будет. Надо спасать. Так, аккуратно. Он где-нибудь рядом стоит. Слушай, ну, у него красный мементо море. Поэтому жестко будет. Я его сниму, он его может поймать. И все, и хана. Не стоит бежать пока. Вроде отошел. Вроде нету здесь. Чувак, я рядом. Держись. Уходит, уходит. Он тебя подлатает, я надеюсь. Мы пойдем заводить генератор. Сейчас вообще не стоит бегать, потому что тебя легко он может выследить. Так, значит, тут я начинал заводить. Давай попробуем завести. Где-то там, да? Чувак, угол такой спрятался. Фу, не завидую я ему. В принципе, давай добежим. Попробуем завести. Он уже там стреляет, его кажется, да? Он его запалил. Давай, давай, давай. Если он его положит, сразу бежим к люку. Побежали к люку. Чувак, прощай. Или он будет меня ловить. Блин. Он реально будет меня ловить, что ли? А, нет. Ну все, я тут уже успеваю. Мы сбежали через люк, получается. Такая вот игра. Выжил 5000 и побег из люка 2500. То есть, очень нужно отслеживать прям действие. Да, как только 5-10, вы уже должны заранее знать, где люк находится. Получили каплю, отлично. Я ни разу не был на четвертом ранге. Неужели я когда-нибудь буду? Я думаю, если я поиграю немножко, то я возьму четвертый ранг. А почему мне каплю не засчитали? Не ждали ее. У него даже на ед есть. Офигеть. Порча кара. Охренеть. Ну и мемента моря. Все взял лучшее. Ну, конечно же, он тут нас завалит. Заброшенная скотобойня. Ферма колдвент. Ну что ж, надеюсь, сейчас команда будет более слаженная. Надеюсь, не будет мемента моря. Не, на самом деле, хорошая была команда предыдущей катки, но... Но у мана был мемента моря. Так что, как-то так. Мы спаслись только благодаря люку. Если бы не было мемента моря, я думаю, мы бы успели. Почти генератор там всего лишь два оставалось. И почти все уже заведенные были. Так. Давайте, наверное, поищем... Сразу поищем... Какой-нибудь тотем. Пока их все не очистили. Нам потом пригодится. Если что, мы можем встретиться в шкафу. Так, у нас есть внутренняя сила, Нэнси. Плюс у нас есть навык на пролом Джейн Ромеро. И то есть мы можем отсидеться в шкафу. Ну, если кто-нибудь... Если маньяк подойдет к шкафчику, мы можем выпрыгнуть, не долечившись. Неплохое сочетание, мне кажется, с навыком Джейн Ромеро. Навык Нэнси и Джейн Ромеро. Ну, то есть внутренняя сила и на пролом. Идеально считается навык. Плюс осколок. Это хороший билд очень. Именно на пролом. Внутренняя сила и решающий удар. Билд. Шкафчик это сила. Да, ребятки, именно так. Называется. Ну, а адреналин это просто, чтобы больше шансов было сбежать. Напоследок. Если все генераторы заведут. Что-то мы бегаем, бегаем. Слушай, ну в центре, наверное, они все. Вот я люблю чинить генераторы вдвоем. Вдвоем, вот, реально, и ты больше очков получаешь. Намного больше. Поэтому в одного лучше не чинить. А, боже мой, крик, что ли? С ним крик бегает. Видим, видим, видим. Так, хорошо. Теперь надо убежать. Убегай, убегай. Он тут тусует, да, где-то? Сейчас подкрадется. Как обычно, он любит. Так, ладно, зато я не завалил. Нормально. Нормально, бежит за мной. Добегу. Промазал. Бегай, бегай, бегай. Отлично. Надо время выиграть. Давай, 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 давай. А, другого поймал. Ладно. Где? Тут заводим? Да заведем, я думаю. Так, ладно, сейчас подхилим друг друга. Надо девочку спасти. А, вот побежал спасать. Надеюсь, спасет. И мы тут как раз дозаводим. Проблема в том, что он может сейчас к нам подкрасться неожиданно. Боже мой. Ну вот, ну вот видите, что? Подкрался. Пойдет ее, наверное, поднимать. Из-за мной побежит. Поднимает, да. Капец. Капец. Я же говорю, что он может подкрасться. Ах, этот крик. Сейчас к нам побежит. Давай, отхиляемся. Кладку надо спасать. А, один побежал. Они вдвоем чинили, да? Значит, один побежал спасать ее. А, завели быстренько. Давай, давай его подхилим. Давай, давай. Помогай. Куда побежал? А чувака-то надо подхилять. Блин, ну капец. Мы вдвоем могли подхилить его. Мог он один вообще-то спасти? А, он кемперит. Давай, 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 давай. Все или ничего? Валим, убегаем. Ну, подальше отбежать. Так, ну я его немножко привлек на себя внимание. Кладки, конечно, сейчас опасны. Нам бы сейчас... Нам бы сейчас всем подлечиться. Не стоит рисковать. Испытывать судьбу, так сказать. Так, тут, в принципе, видно все будет. Я еще его замечу. Так, аптеки должно хватить, я надеюсь. Да, хватило. Так, где тут был... Жмать. Тотем же я видел где-то. Так, я вот так бежал. О, молодцы. А, вот тотем. Тотем очистим. Так, ну... Если что, у меня адреналин есть. Поэтому шансы очень хорошие. Надеюсь, у него наеда нету. Давай, 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 давай. Отлично. Прямо рядом. Кладетка, убегай. Смотри, он за кладеткой бежит. Она сейчас уведет его подальше, я надеюсь. Начнем заводить уже. Кладетку положил, да, кажется? Или нет? А, нет, не кладетку, не кладетку. Ой, ребят, все раненые. Кто-то же должен заводить. Он сейчас чекает, пойдет, этот генератор. Рядом с воротами. Слушай, не пошел к этому генератору, не пошел. Я растерялся, блин. Сюда бежим. Так, давай. Сейчас вот некуда тебя разглядывать. Хотя ты красотка. Неплохо. Давай, давай, немножко осталось. А вдруг у него наед. Так, ну все, нормально, ребят. У-ху. Так, не так. Он покрутится. Я немножко научил, чем крутиться. Не знаю, это же нормально, да, считается? Вроде нормально. Погнали. Фу, жестко. Хорошая катка была. Сейчас я покажу. Насчет заданий, ребят, я еще не все видеоролики выложил. Просто некогда. Вышел Resident Evil 3 Remake. Немножко не хватило, до двух капель. К сожалению. Так. Вышел у нас Resident Evil 3 Remake. Мы, ребятки, с вами... С вами прошли его полностью. За 7 серий. За 6 или 7. В общем, геймплей получилось на 6 часов. Ну, можно вообще пройти игру за 2-3 часа. Ну, за 3 часа точно. Вообще, там стандарт 2,5 часа. За 3 часа можно игру реально пройти. Если не изучать ничего, не собирать все. А просто идти. Да, за 3 часа вообще прям идеально можно пройти. За 2,5-3 часа. Вот. Я оставлю... Я оставлю ссылочку на плейлист. Вверху справа. В конце видеоролика. Можешь перейти и посмотреть. Блин, Немец это просто жесть был. Там босс Немец постоянно перевоплощался. Становился сильнее. Это очень круто. Советую посмотреть. Так. В общем, играли мы с 4 рангом. Я что заметил, ребятки. Вот эти 4 ранги, 3, 1. Они примерно такие же, как зеленые ранги. Ну, видимо, и каждое 13 число их сбрасывают все равно. Поэтому, если вы играете с зелеными рангами, это не значит, что они, в принципе, среднячки. Они могут довольно-таки хорошо играть. Вот. Слушай, ну неплохо. Мне прям понравилось. Надеюсь, на вашу поддержку. Там лайки, комментарии. Продолжим играть. Насчет архивов я сейчас покажу, что я все выполнил. Все сделал. Вот, ребят. Почему я ранг-то потянул? Я тут все задания вам повыполнял. Уровень 1, уровень 2, уровень 3. Я не все добавлял. Я самое интересное. Потому что некоторые были скучны. Вот. Бывают какие-нибудь задания. Ну, получить эмблемы доброжелательные. Она и так, и так выполнится. Если ты будешь просто играть. Получить 100 тысяч очков в крови тоже. И так, и так выполнится. Один раз оглушите убийцу навыком на пролом. Но это вообще легко было за Джейн Ромеро сделать. В общем, есть такие легкие задания. Есть более-менее сложные. Ну, я все прошел. Если посмотреть компедиум. У меня книга 1. Все стараюсь выполнять, ребят. Видеоролики будут чуть позже. Как я только со всеми разберусь. Также мы вори. Вторую часть уже надо проходить. Будем проходить. В общем, будет много чего интересного. Обязательно смотрите раздел видео. Я заметил, что очень многие стали заходить в раздел видео. И смотреть последний видеоролик. Потому что они на все видео приходят оповещения. И вам за это большое спасибо. Именно потому, что ты заходишь на раздел видеоролики. Каналы стремительно развиваются. Не только по Dead by Dead, а и в принципе. В сообществе геймеров. Вообще по различным играм. Новые люди приходят на канал. Замечают. Потому что алгоритмы Ютуба так и работают. Вы, я знаю. Вам нравится Dead by Dead. Вот моя основная аудитория. Но если ты смотришь другие видеоролики. Это мне тоже помогает. Многие зашли в раздел видеоролики. И стали строить видео. По статистике это замечают. И активность лучше. И комментарий больше. И просмотров больше. И в тренде тот же самый Resident Evil 3 ремейк. Тоже неплохая активность. И это мне помогает. Хоть и конкуренция большая. Но все равно это помогает. Люди замечают. И приходят новые подписчики. Вот. И за это вам большое спасибо. Dead by Dead я не забрасываю. Ну а ребятки. Будет сейчас чаще так же выходить Resident Evil. Именно мультиплеер. На поведомии Dead by Dead. Где мы с вами играем. В общем концепция та же самая. Там 4 выживших и 1 маньяк. Маньяк сидит за пультом. Как. Наподобие 5. Ой. Наподобие. Как же этот. Как эта игра называлась там. 5 на честь Фредди. Да. Он тоже там. Следит за камерами. Он тоже следит за камерами. Смотрит и ставит какие-то ловушки. Это маньяк. Он сам не участвует. Он может управлять. Вселяться в других. Управлять другими зомби. Также тирана может управлять. А выжившие должны просто спастись. Основная концепция это время. 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 Когда ты выигрываешь. Какие-то действия совершаешь. Тебе прибавляется время. Там плюс 5 секунд. Плюс 10. Плюс 15. Плюс 30 секунд. Если ты. Отсовы. То кстати 120 секунд дают. 2 минуты. Там 3 локации. Ты должен проходить их. Вот. Но если маньяк делает какие-то действия. Там ударяет тебя. Убивает. То у тебя время отнимается. Так. Смысл в том. То что ты должен сэкономить времени. Чтобы тебе хватило времени сбежать. Вот в чем смысл. Мне понравилась данная концепция. Очень крутая. И лично мне. Не всем она зашла. Ребята. Она зашла не всем. Я стоил. В сообществе. Большинству она понравилась. Но многим так же нет. То есть. Не идеальные конечно оценки. Но мне зашла. Я думаю мы с вами будем играть. Вот. Спасибо за просмотр. Увидимся в новой серии. Всем пока.